привет народ мы в таком прикольном ресторанчике вот здесь очень много турецких сладостей просто класс вообще такое маленькое-маленькое место в городе Эляйне классно сейчас Наташа смотрится тут и ванакиши есть класс какой кунафа наама наама это кунафа наама а это просто кунафа это крем это кунафа а ну цен это озвучь пожалуйста вот есть 16 гирхам порция 65 килограмм кунафа а манакиши такие очень вкусные как пицца только более тоньше по 10 по 12 гирхам ну интересные цены хорошие смотри это число это Наташа поздоровайся футболки с тигриком а это крем это крем можно вот такой крем взять попробовать две штучки я хочу вот эту вот еще что конвертик можно с собой взять вот конвертик очень вкусные конвертики просто это круто еще класс досмой даже дали попробовать женщина прикольно это быть настолько турецкий кофе Наташа говорит так мы только турецкий хотим а ну я даже давай будет тебя и так прощелкивать с ним а вечный мать тоже как-то нехорошо сказать, в общем, будем Наташу фиксировать на видео, а ну давай, у нас конвертики вообще я обожаю просто, а ну, ну шо, как, офигенно, да, ты знаешь, ты можешь тут наестся попробовать, как бедняков в Стамбуле поел, варили орешки, просто уйти, ну, конечно, так вот не будем делать, мне нравится, что она не сладкая, так я тебе можешь с собой возьмем, а тут просто мы много не сидим, мы только позавтракали дома, чтобы поехать в центр, я бы хотела попробовать, ну, это мы уже сейчас попробовали, я бы хотела вот это сейчас попробовать, ты попробовала, а я нет, а вот тебе, ну да, ты все еще удержишь, просто, намекаю, я тебе потом дам попробую, так что, решаемся? да, конечно, давай, сейчас я поставлю, вот такие уютные столики, о, еще конфетки, ну давай, слушайте, мне нравится, что люди здесь разрешают снимать, то помните, там все в Дубае останавливали, в Ляйне, ну вот, вообще классная тема вот 6 месяцев, вот, красота, эти гнездышки, все орешки, класс, вот это, микс баклава называется 130, дальше, а это 65, а эти 27, 30, вот эти вкусные, вот эти очень вкусные, потом эти мамульчики вкусные, тут финиковая такая вот, ну и не сам финиковая начинка, это песочные печенья, ну офигенно, ну давай, что берем там, Наташа, кстати, вот, а сегодня вот такое на завтрак ели, ой, смотри, это с фисташкой, какие-то, короче, рекомендую набрать всего, вкусно покушать, показать нашим дорогим телезрителям, я надеюсь, у вас чайок-кофеек стоит, и вы, в общем, с нами, не только мы, это вот печенька, лотус, по-моему, вот это, а вот это кейк, я думаю, что песочное печенье лотус, нет, а лотус это, ну давай, в комнате Мне хорошо, что приятно, что дают. Наташа будет пробовать. А я буду стоять и фиксировать на видео, подщелкивать. Пахнет, как что-то знакомое. Вот такие печенька, знаете, как они вот рассыпчатые такие. Из них еще классно, когда вот мелишь, наверное, делать всякие песочные пирожки, кейки дома. Ну что? Вкусно. И не сладко, очень вкусно, не сладко. Классно. Смотрите, мы приехали, сейчас вот час дня. Так, смотрите, сколько разобрано уже, между прочим. Хотя вот местные не любят просыпаться рано. Наверное, послали нянек водителей. Так что, кунафу какую? И ту, и ту хочу. Two types of knaf. Here, here. Two types. You may want one and one. Yes, one piece, one piece. After this, we will buy more. And two Turkish coffee, please. Okay. А, а можно piece this? This one piece this. А, for you, for kill? For kill? No, for kill. А, ок, 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 ок. Даша, хотела, чтобы попробовать, сказали, что там мало осталось. Так пусть и дадут кусочек какой-то вопрос. Without sugar. Without sugar. No, medium sugar. Мы всегда medium берем. Too medium, too medium. Too medium. Вот кунафа, это некоторые блогеры зачем-то называют ее волосяночка. Но лучше как бы узнавать название, она называется кунафа или кнафа. Очень вкусный такой сыр. Здесь, конечно же, такой вид маленький, не сильно презентабельный, да? Чего? Ну, смотри, она такая тоненькая, тоненькая, тоненькая. Мы берем в моле, в джиме потолще. Просто мы сейчас растянем, посмотрим и покажем, какая она реально прикольная и классная. Вот это, по-моему, с манкой делают. Вот это с манкой. Это ливантийская кухня, а ливантийская это Османская империя, то есть Турция, Ливан. Ну да, так все, в основном-то мы видим это в Турции, ну и здесь тоже. Вот, это я, привет. Я сегодня снова в бутиках, помните тени, не могу взять очень классные. Нога получше, уже хожу, почти не хромаю. И уже прошло, прошло почти три месяца с операцией. Доктор сказал, что скорая, могу бежать. Но я не хочу бежать, я просто привыкла ходить по дорожке. Доктор сказал бежать, придется бежать. Слушайте, я уже навелась. Мне надо еще попробовать. Давай выберем сейчас, какая красота. Мне кажется, что, знаете, просто вот мы находимся в Турции, в каком-то вот отеле, а сейчас у нас завтрак или обед, или перекус, полудник. Они не давно открылись. Да, а написано на двери 1984-й, кстати. Не знаю, выбирай, Наташа, я покажу наш Эляй. Вот тут прикольное кофе продается. Рапсвитс называется. Шоколадки очень дешево, даже твиксы, сникерсы всякие. И мы тут покупаем кофе, лавасу, намного дешевле, и турецкий кофе. Намного дешевле, чем молох. Вот здание главной почты. Вот были тут по делам. Завозили мои документы в банк, чтобы обновить их. Вот, и зашли в эту кафешку. Давно приметили ее, и Наташа почитала, что здесь очень вкусно все. Мы еще пожалели, что в прошлый раз не зашли. Вот такие штучки всякие есть, вкусные. Ммм, красиво. Только один год, один год. Класс. Вот наша хунафа. Какая же она вкусная. Наверное, я буду пробовать, но Наташа уже напробовалась, Наташа, да? Да. В этот раз буду пробовать я. И сейчас в кофе. И вот такой у нас вид шикарный на наш прекрасный Эляйн. Приезжайте туристами. Много здесь интересных мест. Это безумно близко от... Джахили форта. Музея Эляйн. Эляйн Пэлэс. Вот мы вышли, повернули налево, прошли буквально 200 метров. Да, видео ставим в описании, а дальше еще... А Джахили чуть подальше, да, будет точно. Да, Джахили, он вот за нами. Вот там, Джахили. Если прямо туда идти... Ну, в общем, честно сказать, в Эляйне намного больше доступ, чем в Дубае. Ну, в Абу-Даби тоже неплохо. Ну, вот Эляйн, самый древний город практически. Здесь реально много доступ, которые... Исторически. Можно сказать, древние. Ну, не древние, но хотя бы им сто лет. Ну, Бурдж-Халифа молодая, там, что Дубай и Мол молодую. Что там еще смотреть в Эмиратах? О, нам уже несут кофе. Да, извините меня. Очень приятно. С кардамоном? Кардамон? Да, с кардамоном. Да, с кардамоном. Мне казалось, когда мы брали кофе с кардамоном, я сказала, что ты не ошибаешься. Ничего еще? Нет. Нет, нет. Может, водичку? Не знаю. Одну воду, пожалуйста. Одну воду. Одну воду. Одну воду. Одну воду. Одну воду. Ну что, сейчас приступит. Смотри, какая красота у нас здесь. Боже. Я не люблю кардамон. Почему ты решила? Нет, это у меня знакомая одна есть, она перебила в жизни кардамон. И вот поэтому. Просто когда я покупала кофе зеленый из кардамона, может, это правда никому не интересно, ты сказала, что я не хочу его пить турецкий. Ну просто не хочу, а вот сейчас вот это не. А вот сейчас хочу. А вот сейчас хочу. Ну под такие сладости. Так, все, сейчас наливаем. Так, слушай, прикольно. Это ж тебе не в этот, не в пластиковый стаканчик. Так я же говорю, я чувствую себя в далекой такой Турции. Давай, давай. Сейчас. Давно это было? Эх, было это. Года три назад, наверное. О, шалфетки, без которых здесь никто его живет. Хочешь, не будешь? Ну, сейчас снова включимся и покажем вам кунафу. Вот, привет, я уже перед всеми нашими блюдами. Еще раз. Эта блюда называется кунафа или кнафа. Ну, несколько ее видов есть. Не называйте ее волосыночка, правда. Ну, не совсем правильно. Вот, смотрите, какой тут сырок должен быть. Такой тянущий сырок. Вот, он тянется. Красотя. Вот, тут, наверное, надо было нож взять. Ну ладно, я уже отколупаю. Так возьми его. Надо было сразу вытащить. Ох. Угу. Слушай, вот эта порция стоит 16 дирхал. Ну, то есть она не дешевая. Да, а дело грамм 65. Так она никогда не была дешевая. Никогда не дешевая. Мы покупаем в магазине сколько? По 20, по-моему, кусок вот такого, да? Ну, рассказывай. У тебя есть уже щеп сравнить или нет? Ну, не можешь сравнить? Знаете, такой теплый, вкусный, сладкий сыр. Разливается во рту. Ммм. Еще вот они накидывают фисташку и иногда сироп. Я сироп не люблю, но, слава богу, его не кидают. Так а вот же сироп принесли. Ну, вот он. Ммм. Ну, вкусный такой хрустящий. Я сейчас пахмешу. Ммм. С тебя всю попробовать. И вот это вот и конвертик, который нас угостили. Дальше. Что у нас установило? То, что кремовое, да? Давай сейчас на половинку, чтобы у меня и Наташа было. Да. Тут половинку очень тяжело отрезать. Тут надо есть сразу. Да. Вот как я и разобрала вся половинка. Смотрите, прям разобрала вам на детальки. Сейчас попробуем эти детальки. Это вот такая вот штучечка хрустящая, типа как у Кнафы. Ммм. Вкусно. Разница есть. Это реально сыр, а это крем. Ну, вкусно. Такой неубийственно сладкий, кстати. Классный. Вот мне тоже нравится, что они делают. Вот нету такой этой сладости. Безумной сладости. А оно так... В Турции пробовали, аж сироп и утопало. Вот. А нет такого. Видите, она сухонькая. Ммм. Классный крем. Ммм. Классный? Угу. А вот запей теперь чем-то или водичка, чтобы ты поняла вкус вот второго и третьего с этой, с кремом, который нам дали любезно попробовать. Ммм. Водичку мы попросили, тоже принесли. Ну, оно не бесплатно, конечно, но... Что-то мы не подумали взять с собой. Мы не были уверены, что оно открыто. Просто сейчас выходной, суббота, не всегда все работает в час дня. Это ты лотус пробуешь. Печенька раскипчатое, классно. Вот какой-то вкус. Но не лотусами называют. И не сгущенка. Вот что-то оно нагадывает, но я не понимаю, что... Я сила вот такой кусочек, я уже им наелась. Скажи. Если кофе, он такую половиночку брать будет вот так вот. Дайте мне туалетского кофе, пожалуйста. Ммм. Опять отдаляюсь в Турцию, когда на все включено, просто мог пойти и пару этих вот... пару вкусных чашечек выпить. Ай, классно. Вкусно. Хочу, я конвертик попробовала, да? Не, я хочу, чтобы ты все попробовала, и вот тот вот конвертик. Ну, получается, у тебя два еще осталось. Не конвертик? А вот же ты еще не пробовал. Это мне еще пробовать. Вот это ты не пробовал. Ух! Ммм. 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 Есть разница? Угу. Да. А вертик был с сиропом. Несладкий, прикольный такой сироп, чтобы он вам не давал сухость вверху, а распырился, вообще класс. а крем такой же крем весь больше и сладче да ты что не такой средний крем был прикольно вот еще эту не пробовали а мы ее и не пробовали по моему никогда мы ее никогда не берем такой вот с этим с ворсиком таким прикольно это это тесто а я даже разное покажи она желтая здесь ну она пропитывается мне кажется даже цветом это какой-то подкраситель вот это это не шафран я думаю если мне просто в рот положили в переставле что-то кунахом да что другое вообще вообще что совсем другой дайте нам попробовать и наташина попробовать это печенье какое-то сейчас в этом манка похоже какой но больше вот к этому печени подходит чем у нас сушить она вкусная мы никогда я не берем потому что где мы берем тоже в этом магазине сладости то вот это вот ну я по крайней мере ее вижу второго ли сейчас пробует правая она все время стоит ее никто не берет ну а вот это раз нет это вот как раз который ты показываешь эту раскупает а вот правую нет но я бы если честно предпочла бы вот левую вот которая воля состояли и мне тоже это больше нравится а то вот как манка нам что давай тоже вкусная но насладкой он смотрит тоже на все все хрустящие все в треме это уже вижу уже такая думаешь это кучу на это делал то есть они шутки все три разные можно сказал это крем я просто творог чувствуется знаешь не такой же солененькими вот мне нравится это очень это очень не сладко лица очень много дай мне попробую дай мне уже вообще не сладко удивительно я думала там такой же чуть будет обалдеть ее нельзя чуть-чуть такая знаешь сладость как будто бы как не скринками проблескивает и при этом чуть салон и я меня слушаю ну что я довольна что мы зашли сюда довольна в конце вам напишем цены сколько это в общем стало потому что мы так показали что большой кусок 16 стоит килограмм 65 спрашивает надо было поэтому вот это было бесплатно на пробу кофе елки и его цену я думаю вот не ну как не лограмм ну считай на кусок 16 дирхам на секундочку но кусок большой ты наешься не то что там нужно это сейчас под ножном и все это на два дня ну конечно же это мы себя обманываем но тем не менее и зал по любителям подвинем вас это это наш угол смотри друзья вышло вам название снять ханон фэра свит и ресторан такие красоты здесь продаются можно и монакиши заказать вкусные вот они какие монакиши попробуйте в эмиратах если будете обязательно вот с 84 года вся красота вот ресторанчик вот кунафа разные виды такая вот кунафа наама кунафа байнарин чиз кунафа виска ак кого не пробовали всякие виды пиццы поплава все есть и наши ляйн гудит просыпается ну два часа почти уже да друзья чтобы вы понимали мы не можем доесть мы так объелись уже сладостями сегодня не под силу я хочу еще плюс вот вот это вот длинненькая тоже завернуто в такую вот в это в это тесто эти маленькие она же как вариант кунафу да мне понравилось так еще хотел сказать а значит вот это вот объем это две такие чашечки две полные чашечки принципе это тоже очень много так что мы это возьмем с собой и возьмем еще наверно да еще еще улицу вертикова на на киш можно еще взять наверное делает можно пойти спросить и вот такой у нас было покажем еще что возьмем и сколько мы заплатили ну класс вообще кофеек куда фа прекрасный день валяния у тебя еще парит всем приятного уже попросили запаковать нашу кунафу да давай сколько штучек не знаю 2 или 4 4 ладно еще на 2 конвертика может они большие 2 африца он ходит или вот таких вот понравились вот этот выбор и конвертики давайте еще раз покажу конвертики тоже вкусные так что одуха в манакиш сыром давай один сыром один с мясом какой там давай один сыром один с мясом все заказали нормально да да и сайн все супер сейчас подождем еще новую кунафу принесли кстати ты заметила а я переживала она свежая разобрали все вот смотрите что нам что нам запаковали сиропчик прикольно вытащили покажи сироп сироп дали с собой упаковали кунафу так смотрите счет туркиш кофе значит стоит по 10 стоит по 10 кутылочка воды 250 стоило еще по-божески до монахиш 1 стоит 10 каждый и кунафа за все про все 48 то есть сколько мы на ели мы еще и с собой взяли это все 48 ну это нормально 90 дирхам вообще нормально сколько мы с собой еще берем да по цене конечно это ну по здешним ценам это положу а идем покажи что ты вот и холодильник что-то увидела такое интересное мы можем все пока а вот смотри вот оно здесь и есть вот это вот вот что это такое вот айскрим мороженое айскрим написано айскрим вот это мороженое а вот и айскрим арабское мороженое а вот и кунафа кстати а здесь кунафа это мороженое вот так вот просто мы сейчас пожаре будем теперь нам тяжело будет мороженое нести сейчас пойдем ловить таксичь чема фото есть поедем а вот за нэм арабское найскрим обуза кузова бусо айскрим бусо айскрим да как по-другому а сколько это вот это 65 грн ингран 1 килограмма 0.5 килограмма 35 грн это квадран 100 грн а это 10 дирхам надо будет знать а это 1% 20 дирхам а это 20 небольшая коробочка но ты должен готовить это это интересно а видишь содержание тут молоко, сахар, мастика, салеп соль, писташки и ваниль салеп кто знает что такое салеп 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 сироп я думаю салеп друзья мои, вот такое видео сегодня было как вам кунафа, как вам сладости арабское на ужин уже взял было прикольно и нам неожиданно вкусно и вам приятное видео ставьте лайки и пишите комментарии чтобы вы тоже попробовали досладились и рассказали как оно а вдруг вы пробовали желаем всем вкусноты пока